Привет, мой друг! Сегодня нам предстоит знакомство с компанией ПК Монтажник. Эта компания строит по всей республике Саха-Якутия. Мы пообщаемся с представителями компании Якутский и далее нас ждет увлекательное приключение в ТКЛ, где мы поговорим с Александром Михайловичем, основателем компании ПК Монтажник, который, прошу заметить, в следующем году им исполняется 35 лет. 35 лет с 89 года они строят в республике. Сочетание увлекательного приключения и интересного разговора. Посмотрим, что получится? Поехали! Нет, здесь пустое место было. Ювелирный салон, а, наверное, правильно сказать, это целый ювелирный дом. Основные наши ключевые объекты находятся под северам. Александр Михайлович, Алексей, приехали к вам, добрались! Друзья, знакомьтесь, это Ананин Дмитриевич. Больше 50 лет он строит социальные объекты, он строит республику Саха, и он сейчас нам расскажет про парочку своих уникальных объектов, где он участвовал. Анан Дмитриевич, где мы находимся? Вот этот основной корпус, вот это сегодня, да? Это вот острог. Этот объект был построен в 2006-м. В 2005-м начали, и в 2006-м закончили, где-то около полутора год у него. Это уже была реконструкция? Нет, здесь пустое место было, а все пустое место. Это уже по всей России, знаете, такие остроги тогда ставили. Крепостя ставили, вот такие башни. Вот здесь тоже в Якульске были остроги. И вот я с этого острога, его один в один, вот этот, главного острога, размер взяли. Это уже копия, потому что основной острог сгорел. Вот мы за основу взяли вот этот, и две такие более мелкие башни, вот с обеих сторон. Вот, они сейчас рестораны, я по-моему, помню. И с этой стороны, и с другой стороны, и соединили между собой вот эти, как бы, коридорами. Заказчик сам этот, ну, хотел такой стилизованный объект. Это его видение, в принципе. Ну, и тут у нас есть один известный в республике мастер, он изучает именно северное деревянное зодчество. Вот. Он у нас тогда, как бы, эксперт участвовал, потому что объект не стандартный, тут проекта нету. Мы строили, а проектанты следом замеряли и рисовали. И рисовали, да? И рисовали. Как так случилось, что вы стали строителем? Ну, строителем, скорее всего, я стал случайным. Все началось с того, что в армию я попал в стройбас. Тоже это отдельная история, потому что тогда у нас дороги отсутствовали в 70-х годах практически. Поэтому весной, перед распутницей, только самолетами собирали нас, перезвонюков, да и во все пассажиры возили до Якушска. Тогда я жил в Татчинском районе, в селе Этиккёль. И из-за непогоды, из-за детки самолета мы отстали от своей команды, поэтому мы попали в стройбас те, кто остался бесхозным. Так погода решила вашу судьбу? Да, погода решила мою судьбу. К счастью, у нас там тоже отдельные по ротам специализации были, я попал в роту отделочников. Наша работа была штукатурная, малярная работа и плюс плотность костерянная. Ну а потом после демобилизации в армии я работал в разных работах. Сначала в рабочем ЖКХ, а потом уже и тогда уже, не по своей воле опять, у нас создали этот новый участок, объединение между колхоз строить, такое объединение у нас в республике было, которое занималось сельским строительством, в общем, обслуживали совхозы. Коровники строили, телятники, овощи-кранители, жильё, котельные, гаражи, ну вот в таком плане. И вновь созданный участок меня по направлению тогда ком командовал, с полковой партии, меня назначили начальником участков. Ну и мы начали колотить свою команду, создали участок, который до последнего. Я не знал, в каком году его ликвидировали. Ну, первые перестройки, это объединение распалось. Ну, с момента того, как с обхода распались на мелкие хозяйства, вот и это объединение наше распалось. Ну, а потом в отдельные перестройки тоже я председатель, сельсоветский, все-таки вот такие работы, таких мелких, среднего, руководящего состава работал. Но всё равно был везде и всюду, какую бы должность ни занимался, но связан со строительством. Так, друзья, мы приехали в ювелирный салон. А, наверное, правильно сказать, это целый ювелирный дом, построенный в каком году? В 2008-м поставить. По заказу? По заказу эта фибра, она так обременная. Это единственный в своем роде ювелирный дом? Да, ну вот когда строили Александр Кириллович, вот этот директор этого завода, он говорит, что это единственный салон, специализированный ювелирный салон в России, потому что, говорит, все остальные салоны работают на приспособленных зданиях. Проект был выполнен по его заказу, ну и, естественно, строили мы. Специальные мастерские тут же, прямо. То есть и тут производство, да? А тут производство полностью, и магазины, и выставочные залы, и производство полностью. Один из значимых наших объектов, который мы здесь в городе строили, является вот этот комплекс. Комплекс Киргия. А так мы специализируемся по сельской местности. Основные наши ключевые объекты находятся под северам. Говорят, на северах сейчас все сложнее и сложнее становится строить, что людей меньше хотят. Ну, сейчас в последние годы, началось с пандемии. Начинать с пандемии не хватает рабочего уровня. Это, во-первых. А во-вторых, еще вот увеличились объемы строительства в последние годы. Федеральное финансирование увеличилось. Плюс региональное. Ежегодно более 10 школ по республике сдается. Сейчас по медицине тоже пошли специальные проекты. Тоже там объекты столько-то. Столько-то больных год. Специалисты какого качества уходят? Ну, качество-то, конечно, наших специалистов, университет очень хороших специалистов, выпускается. Потому что наши же ребята сразу со времен студенчества уже участвовали в студенчестве. И они уже практически, пока заканчивали, уже готовые программы. Угу. Что ж, наше приключение начинается. Лена встала, но не замерзла до конца. Поэтому, к сожалению, только пока воздушные подушки. Это единственный способ перебраться в нижний бестях на ту сторону. И, фактически, такая ситуация будет у нас сохраняться месяц лишним. Так что, друзья, вот когда вы говорите, какие сложности работали с регионом Республики Сахай-Бытия. Ну, это одна из серьезнейших сложностей. Когда у тебя просто исчезает физическая возможность добраться до того берега на транспорте, на автомобиле, на фуре, хоть на чем. Только вот на таком транспорте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТРАШНО! Два транспортных средства у нас сюда доставляло. Первое – это воздушная подушка. И второе – это аэросани, наверное, еще это называется. Вот подсними, пожалуйста, ледоход какой идет. Вот эту всю историю мы преодолевали сейчас. Даже если вы не имеете бизнес в Якутске или в Республике Саха, вот это даже приключение стоит того приехать сюда, дабы на этом транспорте пересечь замерзающую реку Лена. Что ж, друзья, едем дальше. Друзья, наконец-то мы добрались в Якфиэле. Сейчас поедем смотреть на объекты и знакомимся с официальным Михайловичем. Алексей Михайлович, Алексей, приехали к вам, добрались через переправу 300 км. У нас сегодня 36, е-мое, с утра было. Хорошо. Как потеплее. Свежок. В этом районе, в этом месте я приехал, никуда не уезжал. А работаем по всей Республике. У нас один объект за 2 тысячи был, за полторы именно такие вот. Вот сейчас у нас этот, за 800, за где, за 800, за тысячу километров, блин. Не было ли есть такое город у нас? Ну вот там мы три дома строили. По программе переселения? Да, тоже сейчас сдаем, блин. Там доделать немножко один дом осталось и все вместе сдаем, блин. Ага. Ну вот здесь, в этом поселке, в этом районе мы сколько школ-то построили? Чичиматскую, Харбалатскую, Турекёльскую, Диригинскую. Еще, еще и я. Детсад, Чиркёх. А? Детсад, Чиркёх. А? А, нет, Чиркёх детсад построили, ясно дело. Турекёль сейчас сдаем. Турекёльский детсад сейчас делаем тоже. Вот по дороге едете, там Чиркёх есть, там детсад, 30 километров отсюда поселок. Там тоже, как говорится, без денег начали и закончили. Вот. Так вот, у нас сейчас на два детсада проект есть, на школу проект есть. И хотим еще вот это, типа столовой построить. Проекты сами делаем, тоже заказываем. Вот эту поликлинику проект сами заказываем. То есть, объект больницы достаточно сложный объект. Сложный, да. Вот вы, как непосредственно руководитель этой стройки, какие сложности были при строительстве? Не как этот, обычные школы, там детсады, да? Угу. А там это, каждую комнату, вот, например, была кабинета есть, да? Специальник кабинета. Значит, эти? Вот эти. Ага. Тут, это стоит. КТ. КТ. На втором этаже ренге. И у них требования очень большие, да? Там фундамент делается отдельно, и плод до миллиметра замеряется. Каждый раз переходит, замеряет. Вот это. Чтоб ровный пол был, идеально, да? Да, ровный пол был. И еще стены, полностью этот, рентгенозащитный материал, боритовой штукатуркой. Угу. Двери тоже такие, окна тоже, там отдельные ставни ставятся. Вентиляция, приточка, все тоже отдельно должна подвестись. Все, вот так, заходим в КТ. Дверь, дверь рентгенозащитная. Дверь специальная. Вот, и стоит сам аппарат КТ. КТ уже стоит. Угу. Ну, короче, поставщик берет, да? И нам отправляет, да? Вот это оборудование. Угу. Угу. Потом переходит специальные токелажники, называется. Они разгружают, сами разгружают. Угу. Мы к ним вообще не подходим. Разгружают на складе, потом так и остается. Угу. Угу. Чтобы этот оборудование. И еще она тяжелая. Угу. Угу. Где-то вес около тонны была. Потом эти токелажники еще раз переехали, да? Они не с города, ни от куда. Вот тоже с Новосибирской, с Екатеринбургой приходят. Угу. Мы им эти фотографии, все, что-то отправляем, да? Угу. Потом переходит, они сами тоже затаскивают. Ну, техника и туда-сюда, мы сами помогаем, да? А вот то, что вот, такие важные работы они сами занимаются. Угу. Потом переходит эти инженера. Угу. Они сами коробки открывают, все распаковывают, собирают и все, уезжают. Угу. Потом уже пусконаладчики переходит. Они все правда соединяют. Угу. Эти все, 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 занимаются поставщики. Да. Полностью поставщики. Вплоть до розетки они, у каждой комнаты требуют. Размеры, от пола сколько должно быть. Это все в жестких стандартах. То есть не влево, не вправо не отойти. Угу. Мы им сначала схему даем, да? От кабинета. Потом они нам с овисками рисуют, где как вот эти кабеля должны пройти, вот так как должна идти, все полностью. и по их требованиям кабинет заново еще раз делаем на больницу значительно сложнее чем школу делать ну это такая наверно будет самая крутая вообще больница вообще в округе во всей ну в этом районе точно уровень прямом оснащении очень-очень хорошие вот этот кабинет педиатра будет детский педиатр уже все закомплектован то есть фактически доктору до прийти работать и все программное обеспечение все сразу настроен на сервер подключенный стоит это вы каких-то даже специальных айтишников привлекаете до чтобы они приходили все настраивать серьезная работа и за сколько вы такой объект построили по времени где-то за два года с нуля за два года логистикой друзья тут все не так сладко но вы все видели мы сюда как ехали но я думаю что если мою сыну первый раз стоматологу посадили в такое кресло он бы не так боялся стоматолога я такого не видел вода постяжки подведенные канализации тоже и компрессор тоже вот ну в такой больнице и престиж врача поднимается несколько голов конечно выше такой больницы хочется работать а доктора учатся это все из-за из якутска приезжают нет местные все местные за каждый поставщик отдельно когда каждого брода ним за все это посмотрели обучили а даже обучение докторов права то есть поставщик буровую установку привозят и какую-то лекцию доктору кто будет работать проводит круто так это у нас вентиляции управления на это все вытяжки то что волос вытяжка по этой точке все автоматизировано до сенсорная вообще мне всегда было интересно как такие сложные объекты ну передать на управление что потом тебе ночью не звонили все сломалось звонят зоне зоне того местные да мы все здесь живем здесь работаем поэтому все равно если вот объект далее так не бросаем не уходим еще течение года наверно 5 лет еще звонят течение пяти лет тоже переходим смотрим кто там какие проблемы хотя у нас согласованно работаем поставим сейчас идет бурение сварь войну полет под трибуну заканчиваем под емкостя пожарные закончили и осталось у нас очень слайпа облога так что работа идет для какой температуры работа идет мы до 40 до 40 35 еще буровые работать как масло так нежелательно гидравлика наверно подмерзает все равно гидравлика масло на 60 но все равно само собой другой нет так 35 запуска сейчас были на объекте на поликлинике показывали нам убег ну подсвет был такой что сейчас строитель превратился не просто возьми построй а укомплектуй все оборудование настрой все оборудование и все это еще передать потом нужно как появилась служба госзаказчика и у нас это постоянно мы делаем вот школа хоть спортзал хоть чего мы делаем все а поликлинику то вообще я моя здесь мы и сами заказывали оборудование и сами приглашали настраивать с этим заводом договорились и они же это как устанавливали и настраивали и обучали персонал и все жатые сроки да вот эти жатые сроки вот сейчас наступит вот забурим все все у нас особенно делать ничего будет здесь на этом объекте будем закупать материалы готовиться к весне и до осени нам надо все это сделать потому что игры начнутся в июле начале июля там два месяца мы ничего не сделаем особо в самом тикси вот улунский улус мы построили кска культурно-спортивный комплекс там клуб на 200 мест там спортзал игровой там как тренажерный все такое прочее графический класс все в одном здании было это в одном здании все это вот это для этого района как говорят для тикси это очень хорошо потому что там ветра сильные фурга было а здесь пришел в одно здание зашел и библиотеку сходил и хочешь кино посмотрел хочешь пошел поиграл там позанимался все в одном месте в одном месте а как вы технику вот там вот там берете или когда далеко там перегоняете сейчас в районах вообще техники нету раньше советская власть была колхозы были совхозы были там у них техника была гаражи были а сейчас очень трудно не гаражей не техники ничего вот сами гоним его вот у нас трактор китайский вот тридцатка вот мы с города до тикси гнали своим ходом по зимнику видимо по зимнику доставка очень плохо все водой а время-то короткое все получается по зимнику не успел и все привет по зимнику не успел вывод тикси там как раз выборы были выборы прошли то даже не в один день было где-то в декабре были выборы не кабре-ноябре и там этот голова выиграл и вы уже подходили концу к ска делом и у нас на тульев не было зрительный зал вот мы самолетом доставляли куда мы приехали школа лисей на 450 месяц и с интернатом на 100 месяц то есть правильно понимать детишки сюда приезжают тут прям живут и учатся здесь так понимаю с районов до суда будут приезжать с поселка поселка вот это лисей сам так работает вот намного дети из поселка приходит вот хорошо они вот здесь или да вот этот сейчас разбираю это интернет будет старт а вот и ведется по посаду утепление осталось немножко ребята сейчас 35 градусов он работают не покладая рук по отоплению тема тебя закупили все приготовили а витражи откуда из новосибирска поет и сдать и нужно когда в следующем году в следующем году то с 1 сентября следующего года она уже будет ребятишки воду учиться фирменный вопрос просто обязаны спросить каково это строить в минус 50 нормально ну минус 50 вот час особенно не строим в основном минус 50 и вот такие завоз материалом делаем сейчас же все каменное такое прочее бетонный работ но в городе это могут строить они там бетон делают теплым месте они все когда брали на папку против морозный все такое и добавки все такое прочее можно увидеть а у нас тут час мы сейчас вот свои заливаем мы же на улице его делаем у нас только вода горячая подогреваем воду бочку поставили все а песок холодный цемент холодный чё там вот мы с вами так заливаем а бетон уже такой ответственный конструкциях плиту и там балку сделать это практически это не в основном у нас строительство начинается когда бетон как нормальные мысли вот май месяц где-то вот так и вот до этого до октября когда какая погода это вообще не 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 ощущаю что там полтинник или не полтинник работающих и все свое время как говорится семидесятые восьмидесятые годы мы на пилораме лес пилили е-мое вот выезжал часть звена выезжала лес рубила резала как говорится привозили нам а мы на пилорам пилили 60 не такая больше и меньше и все равно пилили земляки сибиряки большое спасибо вам что приехали посетили нас очень приятно познакомиться было спасибо что приняли да ну чёрт прям это чё-то друзья в общем добравшись даты келя и обратно пообщавшись с одним из самых опытных строителей республики мы лишний раз убедились в том что строительство республики это не не строительство на большой земле тут огромное количество сложностей начинает климата отсутствие воды логистика ошибка в логистике тут стоит очень дорого и сейчас вот в это путешествие мы прочувствовали это прямо на себе что наша компания на протяжении 10 лет очень много внимания уделяла именно правильной комплектации и внимательно просматривала проекты почему потому что каждая ваша ошибка которую вы допускаете при комплектации строительных объектов влетает вот доставку на такую подушку или торможение строительного процесса и так как тут строить очень сложно и дорого какая-то вроде на ваш взгляд субъективный мелочь тут превращается в огромную проблему что привести какой-нибудь не знаю забытый насосе которого такой маленький превращается в несколько дней простоя и достаточно дорогую доставку так что компания вот такой комплект всегда уделяла большое внимание мелочам и наша цель дабы ваша стройка никогда не останавливалась спасибо друзья здоровья ну You и и и и